Социальный комфорт каждого оренбуржца является главной задачей органов власти региона. Именно эту мысль посланию губернатора можно, пожалуй, назвать основной. На решение задачи сегодня направлены все силы и средства. Три четверти расходов бюджета приходится на социальную сферу. Вообще 47-минутная речь Юрия Берга, которую 10 раз прерывали овациями, перекликалась с майскими указами президента. Была озвучена основная цель ближайшего десятилетия – увеличение продолжительности жизни. К концу следующего десятилетия продолжительность жизни должна составлять более 80 лет. При этом жить полноценной, здоровой жизнью оренбуржца должна как минимум до 67. Увеличивая этот порог год от года. Очевидно, что в решении этой задачи главная роль медицины. Именно поэтому каждый третий рубль консолидированного бюджета направляется на развитие медтехнологий. В приоритете – борьба с онкологическими заболеваниями. У нас высокая заболеваемость, но при этом, обратите внимание, в последние годы все-таки произошли подвижки в сторону снижения. Это и благодаря усилиям Министерства здравоохранения внедрение скрининговых программ по ранней диагностике. Это и работа передвижных мумологических установок. Это и улучшение доступности медицинской помощи. Говоря об экологии, губернатор напомнил о строительстве мусоросортировочных комплексов в Орске, Бузулуке, Медногорске, Ясном и необходимости раздельного сбора мусора на всей территории области. Но если к развитию этого направления мы пока только приступаем, то вот по использованию солнечной энергетики лидируем. Сегодня в регионе работают пять солнечных электростанций. И это только начало. Сейчас на западе Оренбуржия идет строительство крупнейшего в России массива с совокупной мощностью 105 мегаватт. Его состав пойдет солнечная электростанция на 60 мегаватт в Сорочинском городском округе, который будет крупнейшей из построенных в России. И солнечная электростанция в Новосельском районе. Еще одна общая цель – модернизация образования. Внедрение в СУЗы профессий будущего. При этом каждый молодой житель Оренбуржия должен иметь доступ к участию в самых разных региональных проектах. Услышать, на что нацеливает руководитель области именно молодое поколение, мы считаем это очень актуально и очень важно. Чтобы те, кому строить экономику, те, кому участвовать в жизнедеятельности нашего края, своими глазами, ушами восприняли вот эту задачу, которую ставит губернатор Оренбургской области. А строить экономику региона всем нам. Эту мысль губернатор подчеркивал несколько раз, повторяя, в управлении территориями должно участвовать само население. Обратная связь с жителями региона необходима, как и прорывные идеи. В то же время и граждане становятся активными инициаторами и участниками преобразования, партнерами государства. Сегодня Оренбуржцы готовы своими руками, проектами и инициативами создать социальную комфортную обстановку. Именно подключение общественности стало неким символом 2017 года, потому что мы изменили свое мировоззрение и именно создали, может быть, такие условия, чтобы работать вместе с горожанами. И поверьте, что работать стало сложнее, но в то же время проще, потому что каждый объект, который реализовался с учетом именно увеличения общественности, он идеальный, я бы сказал. Своё выступление губернатор закончил инвестиционным посланием. Кстати, по результатам национального инвестиционного рейтинга, в 2018 году Оренбургская область переместилась с 45-го на 40-е место. Цель – улучшать позиции. Особое внимание здесь уделяют предприятиям-экспортерам. В Оренбурж их сегодня около 500. Наша цель – комплексное развитие системы поддержки экспорта региона. Я говорю о внедрении регионального экспортного стандарта. Имеет смысл поддержать оренбургский экспорт рублёв. Для поддержки уже делается немало. Так, в прошлом году в Оренбурге был создан экспортный центр. Это комплекс мер государственной поддержки, направленный на стимулирование экспортной деятельности субъектов именно малого и среднего предпринимательства данного сегмента. То есть туда входят образовательные сессии, организация бизнес-миссии, выезды за рубеж, субсидирование и возмещение части затрат субъектов, направленных на позиционирование их продукции. В общем, за почти 50 минут Юрий Берг успел затронуть почти все аспекты жизни Оренбуржья. От материнства детства до цифровой экономики, от культуры до сельского хозяйства. Губернатор пообещал, что зарплату бюджетникам продолжат расти. И правда, не так быстро, как хотелось бы. А на базе многострадальной лётки, возможно, появится культурный центр. Слушатели, а их напомню, было больше 800, сошлись во мнении. Это было не столько подведение итогов, сколько определение стратегии развития на ближайшие годы. Для меня этот отчет реально необычный, потому что он заряжает нас на ближайшие несколько лет. И для развития вот этого, и для прохождения удачного, надо реально изменить стратегию роста на стратегию развития. Натерин Киселёва, Дмитрий Григорьев. Наше время.